Он там с инстантином Танзасом. Отсюда они отправляются на роковой дверь. Саня с Пушкиным спустились на покрытую дверь в него и направили в сторону Петропавловской крепости. Пушкин встрепенился. Не в крепость ли ты меня везешь? Нет, через крепость, ближайшая дорога на Черную речку. Справа по движению у вас остальное здание кирпичного цвета. Это большая гостиница. В этой гостинице Александр Сергеевич Пушкин напишет свою знаменитую Болтаву. И глянул бой. Болтавский войн. Ураг был в войне. Гнуться шведом. После Болтавской виктории Петр Первый понял, что победа будет за нами. И Санкт-Петербург начал интенсивно застраиваться. Слева по движению достаточно протяженное здание. 220 метров с высадом желтого цвета. Это восточный корпус главного штаба. Постойный по проекту профессионального архитектора Карла Ивановича Росси. Росси переехал в Петербург ненадолго. Остался навсегда. Современники восхищались его упорством, рубленностью, свое дело и мечтой покорить мир своим искусством. И я думаю, это ему удалось. Задите сами на его счету 13 площадей в Санкт-Петербурге. В том числе и дворцовый. Это самая большая, самая красивая площадь города. И она, наверное, лучшая площадь в мире. Прямо по площади теплохода Пешевский мост. Этот мост построен под проходу войск на дворцовую площадь. Слева, господа, и располагается эта площадь. Назовем площадь, потому что справа в подвижении. По созданию желтого цвета, это агроменческая капелла имени Глинки, где партию баса частенько исполнял сам Петр Меликий. Пешевский мост, это третий мост по ширине в городе. 72 метра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прямой как стрела У нас есть здание Нового Эрмитажа Почти которого поддерживают Действитель Атланта Пяти метровой высоты Атланта можно подойти Или со стороны Глоковой площади Или со стороны Зимней Канадки Мыслово-подвижение У Эрмитажа На втором этаже В самом здании размещаются лоджии Оно написано на библейское писание Это единственное в мире Воспроизведение натурального Лучиного в Петербурге и Гатикане Созданного по краю Каджапана в Ларенге Справа господам Эрмитажный театр построен по краю Этого архитектора Любимый архитектор Екатерины II А здание старого Эрмитажа Эрмитажного театра Соединяет арку Галерея Над нами В языке утверждали, что эта арка Ненадежна Хотя Екатерина II устраивает там вал Тем самым она построила Медоборжевательность Прямо по высоте плахода Эрмитажный пас Окей Ненадежна Горькова И выходы от сельного простора Большой Невы Это самая широкая Самая красивая часть Невы В каком городе мира Вы увидите такую красоту, не ва. Это главная водная артерия Санкт-Петербурга. Протяженность ее 74 километра. В черте города 32. И кажется, в этой широкой и величайшей реке живет душа города. В этом году в Кайчелке, в честь побед и праздников, на набережной приходится посмотреть, как разводятся масты. Слова господа, колыбель Петербурга, Петропавловская крепость. Место для строительства крепости, которую первый отыскал сам. Он связал верхушки двух берез и синхронизировал вход в новый город. От сил выразить мы будем шведом. День Пресвятой Троицы. Это 27 мая по новому стилю. В 1703 году происходит заплатно в крепости получивший название Санкт-Петербург. Изначально в новой крепости были земляные. Затем их укрепили красным кирпичом. В их направлении укрепили на второй. Частично одели на грани. Выглянула наша царица в окошко земного дворца. Увидела неприглядную стену Петропавловской крепости. И тут же появилась у улицы. Ступила стену. Крепость никогда не использовалась в обозначении для защиты от врагов. Здесь была первоклассная тюрьма. Русская постелия. Эта крепость имеет шесть бастионов. Три обручены на него. Три на противоположную сторону. Санкт-Петербург. Крепость, пятиугольная укрептение. Это пятиугольная укрептение. Частично одели на руках. А с него подвижение. Мы видим на ручке. Это наружный бастион. Каждый день. Ровно. Крепость, двенадцать часов. Петра и Павла Петра и Павла Петра и Павла Петра и Павла Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok